Всем привет! Здравствуйте! Константин, здравствуйте! А что это ты весь в блёстках? А я модный. Вот мы сегодня с модным Константином будем изучать очень важный аспект в истории религии. Он, конечно, для широкой публики в Европе не так сильно заметен, как, например, легенды индуизма, видизма, буддизма. Но он гораздо важнее в том смысле, что его исповедуют, вот этот аспект. В процентном отношении гораздо больше людей, чем те люди, которые серьёзно разбираются в аспектах индуистской или буддистской религии. 100% жителей Юго-Восточной Азии, это без привлечений, без ошибок, исповедуют данную форму религии. И я ещё хотел сказать, что это кусочек материала. На самом деле про тайское язычество, которое смешано с буддизмом и индуизмом, у нас получится полноценных, наверное, 3-5. Серий, минимум. Да. Это вот кусочек, то, что мы прямо сейчас смогли найти, собрать и вам показать. Сегодня непосредственно про небольшую часть языческой культуры, которая называется домики духов и можно назвать их деревья духов. Здесь, если вы путешествовали по Таиланду, по Бирме, по Волосу, по Камбодже, вы видели кукольные домики, везде стоят. Возле каждого массажного салона, фабрики завода, бизнес-центра, банка, жилого дома. Монастыря. Монастыря буддийского стоят домики духов. Вот мы сейчас немножко про них подробнее. Если вы не видели и не были здесь в этом регионе, вот вам картинки. Причем разные картинки. Значит, какой момент? Местные жители самых, это получается еще со времен, это что? Это даже раньше неолита, да? Это все отголоски палеолитических верований. Напрямую из Африки, которые пришли сюда. Да, ну как с людьми вместе они пришли сюда, конечно. Это палеолитические верования, которые мы знаем под тремя основными названиями. Они, конечно, друг с другом пересекались, но это три основных типа. Анимизм, одушевление всего, фетишизм, одушевление предметов, то есть фетишей, то есть амулетов разнообразных. И это тотемизм, то есть одушевление животных и обожествление оных. А татуировки куда? А татуировки это, безусловно, фетишизм. Да. Тем более ты знатный фетишист, поэтому есть татуировка. Я расскажу много, да. А ты мне скажи, это сколько годиков примерно этой культуре? Ну мы точно не знаем, когда появляется вообще религия как религия в полном смысле слова, то есть поклонение чему-то нематериальному. Потому что мы знаем, что из этнографических данных, что и фетишизм изначальный, и анимизм изначальный, и татуизм изначальный, это не одушевление чего бы то ни было. Если, например, поклонялись священному дереву, это не значит, что в нем жил какой-то дух. Они просто не знали эти, давайте их называть условно так, дикие индейцы, про то, что там есть какой-то дух. Они знали, что просто есть офигенно старое и огромное дерево, которое пережило уже 52 вождя. Вот поэтому ему и поклонялись. Или какой-нибудь там дикому буйволу, который может кого угодно западать, но льву понятно, даже не нужно объяснять. Соответственно, амулет, это был амулет не потому, что в нем какой-то дух, какая-то магическая сила, а просто потому, что это вещь, например, зуб крокодила. Или особо искусно вырезанно какой-нибудь камушек. Или очень красивый, например, драгоценный камушек. Вот ему поклонялись и его считали чем-то полезным именно в силу его конкретных физических качеств. Когда их научились наделять, собственно, душой, то есть нематериальным, обожествляемым каким-то нечто, вот это огромный вопрос. Вот прямо конкретно огромный вопрос, я думаю, на 100% никто на него ответа-то и не даст. Ну, это в любом случае вопрос десятков тысяч лет до нашей эры. Вот про амулеты ты сказал, посмотрите обязательно фильм, он приведен на русский, но его название почему-то варьируется. Есть такое, как «Любовь юной наг», есть «Юная наг», а есть «Нга-нга», «Нга-нга». Или «На-на», да, «На-на». Ну, тайцы говорят «На-на», то есть буква «Г», она четко не произносится. Вот, и там вот эта вот главная героиня, юная наг, она превратилась в очень сильную ведьму после смерти. Пришел монах с специальной стамеской с зубьевым, выбил у нее лобную часть черепа, вот эту. Ее полирнул, хорошенько высушил и сделал очень сильный амулет, в котором теперь живет сила этой колдуньи. Также, например, у меня есть амулет, к сожалению, я его дома оставил, клык медведя, и в нем, естественно, живет сила медведя. И мне прям шаман сказал, вот, говорит, когда на хорле едешь в дальние расстояния, обязательно одеваю, у тебя будет всегда ровно прямая дорога, потому что медведь везде идет ровно, и он же никого не боится. Он не обходит ни чьи территорию. Слова обходит. Так, тут нет, имеется в виду медведь, который тут у нас живет, живет в лесу. А, да хотя я не знаю, они обходят, слона не обходят, но по-любому он сильный и смелый. Да. И вот в этом, собственно, клыке содержится, в следующей передаче про амулеты будем рассказывать, покажем обязательно, в этом клыке содержится сила, некая часть силы этого медведя. Сегодня про конкретный элемент. Это деревья, в которых живут духи. Их очень легко узнать, вы перемещаетесь по любой стране в Восточной Азии, видите дерево, обмотанное разноцветными тряпками, и там много-много подарков. Много домиков Навального, много каких-то куколок, да. А кто не был, вот вам картинку прикрепляем. И про домики духов. Мне очень на Бали нравятся домики духов, они больше, чем домики для людей. В общем, до Бали вообще надо добраться, там глубочайшая культура, одна из древнейших языческих сохранившихся вообще на планете Земля, потому что туда люди попали очень рано, и они там были в изоляции все это время, и они не могли смешать и растворить свою культуру в других. Вот, но это надо ехать туда на полгодика, чтобы более-менее вменяемо там как-то изучить. Потому что, опять же, письменных источников, к сожалению, есть, но очень сильно все разрознено. Там очень все красиво, очень интересно, и похороны, и всякие обряды, традиции, и они в чем-то схожи с местными, в чем-то отличаются. То есть индуизм там повлиял, но не на сто процентов, как здесь. Так вот, как появляются домики духов, когда вы строите любое помещение, это фабрика, завод, банк, дом, сауна, не знаю, там, мотороллер вы, кстати, купили, да, машину вы купили, лодку, лодку, туда обязательно рано или поздно поселится дух. Дух. Какой это будет дух? Злой, и он будет вас кошмарить, пугать ночью, питаться вашим здоровьем, делать вам выкидыши. Местные люди, например, верят, что даже рак может появиться из-за действий, активности такого духа. Или это будет добрый дух, который будет вам помогать зарабатывать деньги, быть всегда здоровыми, счастливыми. У вас будет все хорошо работать, если вы понимаете, о чем я. Детишек много будет, много будет клиентов, если это магазин. Это вопрос. То есть кто попадет? Случайно кто-то может залететь, кто угодно, да? Поэтому тут существуют специальные шаманы. Их много разновидностей. Вот специализируются именно на отборе, односелекции духов, да? И приглашение их в какое-то место, допустим, вот нам в отель, вот где мы сейчас в отеле, да? Мы на острове. Нам нужно поселить доброго духа, чтобы он помогал, подманивал клиентов, чтобы все было хорошо. И отпугивал главных злых духов, да? Приглашает специальный шаман. Его зовут Рыси. Это санскрит, опять же. Что это на санскритте обозначает, к сожалению, мы не знаем. Это мудрэд означает. Мудрэд. Рыши. Рыши изначально было это. Значит, это может быть дедушка, фотки мы прикрепляем, который выглядит весьма экзотически. Весь в бусах, в амулетах, в татуировках, в дредах. Но одновременно роль Рыси может играть буддийский монах. И это не запрещено. Это с нашей точки зрения это очень странно, да? Вот такого дядю приглашают на объект. Он ходит кругом. Причем он, ну, я одно время очень плотно общался, именно с целью изучить, да? Он может выкурить за 15 минут пачку сигарет. Он прям берет по 3-4 сигареты. И в больших количествах он употребляет то, что здесь называется мак. Это такой орешек под орековой или ораковой пальмы. Это не тот мак, который мы подумали. Да, он не считается наркотиком, он не запрещен. Он действует как кофе, только наоборот. Он очень сильно расслабляет полностью, понижает давление, расслабляет весь организм. Ну и, видимо, давление так сильно падает, что человек ловит какие-то галлюцинации, возможно, я так думаю. Ну вот он ходит, ходит вокруг и говорит. Так, я у вас тут увидел двух духов, я их сейчас прогоню. Сейчас я проведу обряд изгнания, экзорцизма. И увидел одного хорошего, он за тем вот деревом прячется. Я его сейчас позову, надо ему создать все условия. Я сейчас с ним пообщаюсь, скажу, что надо ему. Вы создадите все условия, меня еще раз позовете. Я уже ему устрою обряд новоселья. И все будет хорошо, расскажу, как за ним ухаживать. Значит, он вступает в некий транс. Опять же, я наблюдал это много раз, но я не врач, поэтому я не могу сказать, человек притворялся, это шизофрения или это действительно транс, или это был приступ эпилепсии. Как это выглядит, человек может корчить, корежить, у него могут течь слюни, закатываться глаза, он может падать, трястись, его держат, и он может менять модуляцию голоса, как в фильмах ужасов. Допустим, там девушка, я однажды видел, как в девушку вселился дух, об этом попозже. Она говорила практически мужским голосом, но в принципе в этом ничего такого особенного нет. Ну, в плане, что это любая девушка, может, это не что-то такое волшебное. Вот, он общается с духом и выдает список заданий владельцам дома, офиса, квартиры, отелей, неважно, да, завода, фабрики. Они все устраивают. Второй вариант, как это может произойти. Мы с вами построили дом, и просто вот мы сидим, ужинаем, и вдруг я такой... Отвалился, лежу, дергаюсь, корчусь. Ты такой, что случилось сто раз по щекам меня? Хлоп-хлоп, например. Я прихожу в себя и говорю, со мной только что говорил... Причем они всегда говорят на языке тех, с кем они говорят. Всегда со мной сейчас говорил некий голос по-русски. Он сказал, привет, я дух, меня зовут, допустим, Коля. Поставьте мне домик на западной стороне от вашего отеля. Я люблю красные машинки, я люблю играться с петушками, мне нравятся конфеты и холодок, и жвачки турбо. Вот, раз в неделю хотя бы мне давайте, у вас будет все просто отлично вообще. И мне не нравится, когда возле моего домика шумят после 10 вечера. То есть, как бы, требования могут совершенно любые. От конкретного вида виски, конкретного бренда шоколада, до даже... Он может попросить монетки. Допустим, я люблю монетки только по 5 бат и только юбилейные, на которых там изображена ступа короля Рамы Пятого. Причем мы сейчас это рассматриваем не с точки зрения магии, естественно, да. Мы с точки зрения этнографии, антропологии рассматриваем. Я такие случаи видел. То есть, в деревне растет какое-то огромное, очень-очень древнее дерево. И местные жители думают, что похоже, там живет дух. Они начинают вступать с ним в контакт. Переходят, кладут ему что-то, еды какой-то, благовония, цветы. О чем-то у него просят. Но как дух и зовут, что он любит и на чем он специализируется. Духи специализируются очень часто на чем-то конкретном, да. Они не знают. И вот я присутствовал однажды, сидит там человек 50. Вдруг одна девушка такая, хлоп. И начала вся трястись, у нее пены изо рта, глаза закатываются. Она прям басом начала говорить. То есть, это как будто бы в нее вселился дух и с ней и с окружающими через ее тело сейчас разговаривает. И вот он там что-то сказал. Я люблю вот это, вот это, вот это. Несите мне вот это. А делать я могу вот это, вот это и вот это. Бывают духи, которые специализируются только на решении проблем с бесплодием. Бывают духи, которые специализируются только на потенции. Ну, в смысле решение проблем с потенцией, да. Там надо приворожить хорошую тетю. Нужны деньги. Нужны клиенты. Ну, нужно стать обаятельным, привлекательным, красивым. Да, например, там красноречие и много-много всякого другого. Есть даже где-то в Исане дух, который специализируется только на проблемах опорно-двигательного аппарата. Очень полезный дух. И к нему со всей страны... Исаны это граница с Лаосом на севере Таиланда. И к нему со всей страны реально едут. Однажды мы с женой путешествовали по провинции Кончинамбуре и в магазине 7-11. Это просто круглосуточный маленький магазинчик, их сеть по всей стране, да. Я увидел, что стоит девушка, у неё на руках какой-то странный ребёнок. Подошёл поближе, увидел, что это не ребёнок, а кукла. Но не просто кукла, а такая массогабаритная модель. Вот мы фоточку прикладываем. Значит, оказалось, что у этой пары, это муж, но у них бесплодие. И они едут на севере Таиланда. Есть храм буддийский, в котором живёт языческий дух в дереве, который помогает от бесплодия. Но ему нужен обмен. Хочешь ребёночка, надо отдать ребёночка. Причём не просто ребёночка, а этот дух любит золото и алмазы. Биллианты. Поэтому кукла, посмотрите на фотографию, она была вся в браслетах, в цепочках, в колечках. Я немножко разбираюсь в камнях, биллианты были настоящие. Они были маленькие, серые, мутные. Ну, то есть, дешевле, чем обычно, да? Но они были настоящие всё равно. Мы были потом в этом храме. К сожалению, фоток у нас не осталось. Там прям тысячи этих кукол. Они все в золоте, в биллиантах. Монахи это всё не берут. Считается, что как только ты у духа возьмёшь, в принципе, всё. Ты себе подписал смертный приговор. Причём не просто смерть, а смерть в страшных мучениях. Типа там какая-нибудь острая адская форма рака у тебя будет. И ты, там, понос бесконечный и всё такое. Так вот, следующий момент. Вот, или кто-то из прихожан, или рыси, да? Мудрец вступил в контакт. Или монах, который является именно рыси, вступил в контакт с местным духом. Выяснили, что ему нужно. Вторая стадия. Нужно привести дом, где будет жить, собственно, сам дух. Жить с вами в вашем доме или в вашей квартире, в вашем отеле он не может. Потому что вы ночью шаритесь по дому, включаете музыку. Он, допустим, не любит хэви-метал. Или, например, кто-то... Любит только Бетховена. Да, кто-то подолгу занимает туалет, он будет нервничать. Поэтому ему нужно своё отдельное жильё. Плюс, плюс, тут всё сложно, поэтому я долго подробно рассказываю. Помимо духов, которые просто вот дикие бегают вокруг, есть духи умерших. Если дом новый, то у вас в доме их нет. Ну, там никто не жил, понятно, логично. Да, если дом не новый, в нём умирали бабушки, прабабушки, прапрадедушки, сто процентов у вас там остались духи. Почему душа не уходит на реинкарнацию? Почему она остаётся в виде привидения в доме? Шарится по дому бабуля, например, да, умершая. Потому что ей не повезло, и произошёл факт неосознанной смерти. Знаешь, что это такое? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста. Неосознанная смерть – это ужасная штука для буддистов и индуистов некоторых в том числе. То есть, мы знаем, это индийская тема, что после смерти душа должна пойти на новое перерождение. Или, если это был суперсвятой человек, возможно, не пойти ни на какое перерождение, а раствориться в сансаре. То есть, выйти из… Прошу прощения, раствориться в нирване. Выйти таким образом из круговращения перерождений сансары. Но, если человек к этому вопросу вообще готовился, сознательно. То есть, старался делать всё хорошо, правильно молился, приносил нужные жертвы. Если мы говорим про древний индуизм. Или, там, соблюдал диету, пост, если мы говорим про джайнизм, например, или про буддизм. Словом, он готовился ко всему этому, и вот ему там поплохело, он поехал в больницу или не поехал в больницу, значит, дома среди умерших родственников. А умер, были произведены все необходимые обряды. То есть, над ним читали правильные мантры, курили правильные воскурения. Короче говоря, он конвенциональным способом отъехал на тот свет. Вот у него шанс пойти на следующее перерождение равен 100%. А если вдруг он ехал на мотоцикле, и в него въехал КАМАЗ навстречу, или не навстречу, а ещё хуже, сзади, то есть, он даже не успел понять, что происходит. Или во сне умер. Или во сне внезапно умер. Или там какой-нибудь бандит из снайперской винтовки им в голову выстрелил по непонятным причинам. Или он впал в ком, а потом умер. Да, ну, короче говоря, вот без... Ну, как, в ком, если впал, тот окружающий видит. Над ним могут произвести все необходимые обряды. Это, кстати, не так страшно. Окружающие-то могут пособить всегда. А вот если вот раз, бам, и нет внезапная смерть... Ну, инсульт какой-нибудь там, да, там, и всё. Да, всё, у вас ни подготовки, ничего, и душа непонятна. Она вот у вас попадёт в колесо сансары, как положено. Или она останется здесь. То есть, нет, она, конечно, по всем индуистским понятиям. Она 100% и эта душа всё равно в любом случае попадёт на перерождение в следующий раз. Это железно. Но, возможно, она тысячу лет будет обречена бродить по этому самому дому. Или 10 тысяч лет, или 100 лет. Ну, короче говоря, какое-то такое... Долгое время. Не бесконечно. Долгое время. Потом всё равно, конечно, её засосёт куда положено. Так вот, поэтому очень часто можно увидеть, когда стоит один домик духов. А можно часто увидеть, когда их два. Один повыше, другой пониже. Посмотрите на фотки. Да, вот, который пониже, туда тоже особым образом, пригласив монаха или шамана, или монаха-шамана, туда поселяют бабушек, дедушек, которые застряли здесь. Не улетели на реинкарнацию. Есть ли они... Вообще, улетели они, не улетели. Как это узнаётся? Ну, обычно... Вы, наверное, слышали тоже такие сказки, приметы, рассказы, россказни, слухи, что вот бабушка померла, а кто-то звенел посудой. А потом были шаги. А потом было слышно какое-то бормотание в Чуане, где бабушка обычно там порядок наводила. Значит, по ходу бабушка здесь. Здесь вызывают специалиста, и он, значит, в американских фильмах он её выгоняет просто. Пошла нахер. Вот, а здесь... Тут с бабушкой так нельзя. Бабушку отселяют, создают ей хорошие условия. Вот, рассказываю. Значит, с бабушкой всё понятно. Все знают, что любила бабушка. Допустим, она любила стопочку виски в пятницу вечером, да? И в пятницу вечером ставят стопочку виски в её домик. А если на сериалы любила смотреть? Тут уже ничем помочь не могут, к сожалению. Могут рассказ, пересказ делать. Телевизора у неё там не будет. Вот, бабушка, допустим, любила жевать вот этот самый мак, да? Ей кладут туда мак. Бабушка любила красные розы, ей кладут красные розы. И в Таиланде в каждом районе... Вот дальше всё очень интересно и богато. В каждом районе есть специальный магазин, где можно купить атрибуты для общения с духами. Вот мы, собственно, немножко прикупили. Это, наверное, 3% от того, что вообще бывает, в принципе. Я вот зашёл в магазин, сколько мог, взял. Слушай, а вот у меня такой вопрос сразу. Есть такой остров Самет в провинции Районг, в Бенгальском заливе. А там, ой, прошу прощения, в Сиамском заливе, да? В Сиамском заливе. А там есть отель один, в котором мы любим останавливаться. И в этом отеле есть, естественно, домик духов отеля. Судя по всему, вот по всем признакам, дух страшный шалун. Потому что, значит, я специально фотографировал его домик со всех сторон. Там просто такой склад деревянных фалосов, самотыков, просто самых разнообразных форм, размеров. Фоточку смотрите. Вот там любых, там их вязанки аж просто. Это зачем такое? Дух любит что? Есть два варианта. Первый вариант. Это дух дядя, у которого при жизни были проблемы с этим. И он просит ему принести. Так. Второй вариант. Это дух тетя, которая любит играть с этим. И тоже просит ей принести. Как бы это так. Так вот. Давайте начнем тогда потихоньку с куколок, да? Смотрите. Вот у нас есть такие бабушка с дедушкой. Вот. Они седые. Очень-очень белые. Потому что здесь культ белой кожи. Все хотят быть белыми. Даже если бабушка была смуглой, она мечтала быть белой. Вот, пожалуйста. И у них много вон эти золотые бусы, золотые пояса, золотые браслеты. Все, смотрите, аж блястит. И целые горшки с золотом у них. Это что такое? Эти куклы используются в двух вариантах. Первый. Если это домик, который пониже для предков, это прям конкретно ставят куклу, говорит бабушка, теперь ты живешь тут. Это твое тело. Теперь бабушка, ты здесь. Вот живи тут, это твой домик, а вот ты. Как это с научной точки зрения объяснить? Это фетишизм чистой воды вообще. Вот. Супер, супер фетишизм. Теперь это бабушка, она белая, седая. Смотри, у нее глазки подведены. Смотрите, видно, не видно? Видно, видно. Вот. Глазки подведены. Видите, бабушка, чтоб красиво было. Ты так близко не подноси, там камера фокус теряет. Ничего страшного. Вот. Дедушка умер. Покупает дедушку, ставит рядом с бабушкой. Теперь они вместе. Есть второй вариант использования этих куколок. Если это домик, который повыше, это домик духов дома, отеля, фабрики, заводы. Ну, допустим, давай будем отель всегда говорить, да? Тут немножко другое. Духом отеля не может являться бабушка, которая умерла у тебя дома, если ты хозяин отеля. Потому что она же умерла дома. Она там дома и живет. Логично. А вот здесь какой-то дух приглашенный. Да. Варяжский какой-то дух. Или это призвание варягов, когда произошло, тут тоже призывают чужого какого-то духа непонятного с улицы. И, например, ты приходишь утром, ты уже знаешь, что ему нравится. Ты ему ставишь стопочку Хеннесси, кладешь черные корки, ложечку, пять благовоний, закуриваешь гаванскую сигару за 100 долларов кладешь. И говоришь, дух, смотри, я тебе все принес. Слушай, посоветуй мне, как мне увеличить прибыль отеля на 300% в следующем году? Дух из джунглей. Он не шарит вообще в этом. Ничего не понимает совершенно. А есть у нас люди, которые, как правило, шарят во всем. Мудрецы. Это бабушка с дедушкой. Они же во всем шарят. Поэтому эти куколки приобретают второе значение. То есть ты едешь в магазин, покупаешь. Это у нас мудрецы. Бабуля знает, всегда во всем разбирается. Всем все может посоветовать. Всех отругать. Вот им кладут. Ставят ему. И ты спрашиваешь его, а он спрашивает их. Они ему советуют. И он тебе каким-то образом или он так все подстраивает, что у тебя прибыль повышается. Или он тебе присылает сотрудника, который все знает. Или даже бывает такое, что он тебе во сне рассказывает. Надо сменить вывеску на гей-френдли-хотел. Тогда будет много у тебя клиентов. Сын мой. Вот. С этими разобрались. Дальше. У нас есть такой, у нас, у них, у нас, у них, да. В Паттайе есть такой квартал, Нордик называется. Там норвежцы его в основном построили и держат. И вот один отель мне очень нравится. Там у него домик духов. Прям видно, настоящий норвежский дух такой. Прям хороший. Вдумчивый. Нордический. Нордический. Нешалопай. Потому что советник у него всего один. То есть, видно, что старость уважает посоветоваться ему не лень. Но он сам, в общем, тоже шарит. Потому что советников может быть не два, и может быть, там, 22. А этот один советник. Никакого алкоголя нет никогда. У него все время стоит бутылочка авианаводы. Любит сигары. И почти никуда не выезжает. У него всего, по-моему, две лошадки. Один слотник и одна лошадка. То есть, домосед, трезвый, хороший. Увеститель. Бизнесмен. Бизнесмен. Хороший, надежный дух для надежного отеля с надежным вложением капиталов. Так, все остальные куколки, которые сейчас буду показывать, это уже двойного назначения и для духа предков, и для духа строения какого-то бизнеса, там, места проживания. Пожалуйста, духу стало скучно. Вы его не развлекаете, утром пришли и больше не приходили, он сидит один, там, да, заданий в данный момент у него нету. Как можно давать им задания, это сейчас мы дальше расскажем. Мы еще не благоустроили их жизни, да, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сделать так, чтобы наши духи были довольны и дух бабушки, и дух отеля тоже. Тогда мы сможем их о чем-то уже просить. Вот, поэтому есть вот такие танцоры, которые их развлекают, они пляшут перед ними. То есть, бабуля сидит, или дух отеля, да, им скучно, она там такая, а ну-ка мне калинку-малинку, где такие, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Сплясали. То есть, тут все понятно. Далее. Есть такие девочки-мальчики. Тоже очень-очень богато выглядят. Все, посмотрите, в золоте, они в шелках. У них золотые пояса, золотые браслеты, золотые заколки даже в волосах, мешочки с золотом. Это домработники. Вон, заколка сзади, утеченьки видна. Да. Это домработники. То есть, надо прибраться в домики духов пыльно. Бабуля, ей неохота самой этим заниматься. Она там, а ну-ка, внучки, сбегайте, приберитесь. Они прибираются. То же самое дух отеля, да? Надо что-то сделать, какую-то работу, он же сам не пойдет, ну, как бы это не его уровень. Он просит... То есть, это просто работники, а есть рабы, есть такие же люди, только они без золота, по пояс голой и в наручниках, в золотых кандалах. К сожалению, в том магазине, где я был вчера, их не продавали. Может, разобрали все. Еще, которые не продавали, есть дух, с которым вступили в контакт. Он говорит, я очень сильно люблю это дело. Прям очень сильно. Секс, да. Поэтому у него можно там целый отряд танцовщицы голые по пояс, тети сидят на полу голые по пояс, на коленях. Или даже тети лежат в разных позах тоже голые по пояс. И у них всегда очень большие познания в ядерной физике. Вот такие вот. Тоже понятно, что дух у дедушки вряд ли это можно ставить. А так дух может попросить обычный. Так, далее. Это у нас птица-петух. Вот, значит, зачем? Двановое назначение на вот этого, держи, он красивый. Двойное назначение у него. Первое. Как и в славянской мифологии, в местном язычестве, петух это борец со злыми силами, со всякой нежитью, с нечистью, со злыми духами. Он не пускает вам в отель, в ваш дом, на вашу территорию злых духов. Помните фильм Ви, да? Петух утром кукарекает и вся нечисть, все убегают. Здесь то же самое. Вообще, и, кстати, во всем мире, от Бразилии и Латинской Америки до Папуа везде петух. Это борец со злом. Потому что как только он кукарекает, что сразу происходит? День остается, понятно. Раз, свет, да. А когда светло, уже не страшно, как бы все нормально. А второй еще вариант, что дух может сказать, я люблю играть с петушками, принесите мне петушков. Вот. И ему наносят много-много. Бывают домики духов, где петушков стоит просто там миллиард километров вообще. То есть очень много. Так, далее. Я когда уже жил в Таиланде и зарабатывал более-менее какие-то нормальные деньги, моя бабушка все равно работала в огороде. И когда я ей звонил туда, в Россию, и говорил, бабуля, как дела? Она говорила, что внучок, срочно бросай работу на майские праздники, прилетай у Белгород, будем сажать картоху. Я говорю, бабушка, давай мы купим лучше вагон картошки. Бабушка говорила, нет, картошка мне не нужна, я и сама куплю. Мне перед людьми стыдно, что огород не копанный. Вот. Поэтому бабушкам ставят вот это животное. На тайском языке это квай, водяной буйвол. Видите, он тут такой жирненький, дородный, потому что, ну, как, все должно быть дорого-богато. Поэтому он тоже такой толстенький. Квай нормально питается. Видно, что он очень хороший. Вот. Не знаю, он с этой стороны особенно толстый, посмотрите. На поросенка больше похож. Это, чтобы бабуле он пахал огород, сажал рис. Как бы, чтобы перед людьми не было стыдно, а то бабуле спать спокойно не будет. И у нас еще в тайском языке квай, это что? Ругательство. Тайцы друг друга так ругают. Как у нас козел. Да, ну, примерно как у нас козел или бычара, там, что-нибудь такое. То есть, буйвол он туповатый и вообще очень фигматичный. И вот у тайцев, если ты тупой, то тебя могут обозвать квай, но это прям совсем обидно. Можно даже получить по лицу за это. Так, давай идем по порядку. Что у нас там дальше? Далее, давай вот отсюда. О, дед мощный. Мощный седой дед. Ни в одну шубу не в одет. Он, значит, в позе медитации сидит. У него амулет какой-то. И посмотрите, у него такая ступка золотая с пестиком. Для чего? Это знак и травник. Он всех лечит. И зовут его... Откуда название такое? Откуда название такое? Праман? Брахман. А, господи, Брахман. Понятно, да, понятно. То есть, это тайский искаженный с санскрита. Брахман. То есть, это Брахман, это уже у нас индуизм. Кто такие Брахманы, надо вкратце рассказать. Брахман, это священник, жрец, учитель. Ученый. А может быть, все вместе. Это самая высшая каста в индуизме. В смысле, каста, извините, варна. Самая высшая варна в индуизме. Брахман. Под ними ходят, как мы знаем, кшатри. То есть, воины и цари. Или, наоборот, цари и воины. Под ними вальшки, под ними шудры. Это все у нас из Индии. То есть, от Чуанки до Бали, вся Иго-Восточная Азия является культурной колонией индийской. Да, собственно, Брахманы, они вообще из Индии. И вы видели, да, какого он весь такой белый. Он ни разу не монголоид совсем вообще. Он европоид на 100%. Так, с Брахманом вроде разобрались. Так, следующий у нас вот такой дедуля. Он тех же арийских кровей, 100%. То есть, он ни разу не монголоид совсем. У него, он, глаза огромные. Нос правильной формы. Ну, вообщем, с виду весь такой правильный европеец. Это лесной отшельник. Это тоже, тот же Брахман, который отрекся от всего мирского. Ушел в лес. Там живет, постигает всякие мудрости. Дружит со зверями сильно. Но почему-то, при том, что он дружит сильно со зверями, они очень часто в тигриных шкурах. Такая дружба. Так сильно подружина с тигром, что это, содрал с него шкуру. Но тигр, возможно, отъехал в свое время, и он его сорвал шкуру с себя, кинул ему и говорит, забирай, не жалко. Смысл какой? Это учитель йоги, медитации, массажа и мудрости вообще. То есть, если у твоего духа отеля есть такой учитель, то дух отеля будет очень сильно мудрый, а ты будешь сильно богатый тогда. У тебя будет все хорошо. Бабушкам с дедушком таких тоже ставят. И дома, и в банке, и на фабрике, вообще везде. Мудрость, и она, в принципе, нигде не помешает. Зовут его Рыси или Риши, ты сказал. Ну, Риши, это по классическому санскриту так звучит. Именно вот эти шаманы ставят домики духов чаще всего. Мы с женой Сверонной были у такого пару раз на их там, вот этих мероприятиях. Фоточки уже прикрепили. Вот вам еще одна фоточка. Смотрите. Так, дальше у нас идет вот такой отважный солдат-воин. Смотрите, какой красивый. Видите? Обратите внимание на... Не знаю, будет видно, не будет. Усики. Видите? Усики. Это у нас вот такие именно усики, такой формы. И вот именно такой стиль изобразительного искусства. Это 100% Индия-индуизм. Вообще, прям на 100%. Вообще, если Рамаяна открыть, там усики у всех вот такие. Как у казаков. Причем усики, это у них с каких-то незапамятных времен исключительно не просто воинский атрибут, а еще и атрибут человека в статусе. Потому что в Индии человек с усами это обязательный человек в каком-то статусе. Потому что если это слуга, он очень вряд ли будет с усами. Просто исключительно вряд ли. Да. И у него в руке меч. Меч это оружие именно воина. Луками сражались только самая знатная знать. Вообще, то есть делай больше, что... Это средовой военный. Да, это просто. Воин, это ни разу не знать совсем, да. Он зачем? Он защищает дом от злых духов. Вообще от всякого плохого. С петухом вместе. Не пускай вместе с петухом. Да. Так, дальше. Дальше у нас... Крупный калибр. Ох! Змей Арыныч. Змей Арыныч трехглавый, с которым лямурами сражался. Это королева змей Нага. Я думаю, можно про нее чуть подробнее. У нее, видите, такие рога, прям зубы, клыки, три головы. Бывают у нее там сколько угодно голов. Я видел, наверное, 30-50 примерно. Бывает одна. Они обязательно присутствуют на входе во все храмы вообще. И практически во всех домиках духов они тоже есть. Расскажешь немножко про появление? Ну, с Нагой это все понятно. Потому что сначала это была просто змея. Без каких-либо сомнений. Потому что, когда мы видим... Ну, во-первых, что такое Нага. Все читали Рики-Тики-Тави. Надеюсь, там был Нага и Нагай-Наг. Это было Кобра и Кобра. Папа-Кобра и тетя Кобра. Вот. То есть это змея просто. Вот и все. Естественно, самая страшная змея в Индии это Кобра. Она самая впечатляющая. И у нее капюшон. Ну и вообще яд такой у Кобры суровый, что... Или убьет, или вылечит, если его правильно использовать. В нужной пропорции, в нужное время. Соответственно, змея была, видимо, страшно почитаема в Индии. Даже еще очень сильно до прихода вообще туда Ариф. То есть, видимо, это еще местное дравидийское население. И местное население еще более дико этих Адиваси, которые там умерло место, они в змею все почитали. Ну, блин, Кобру невозможно не уважать. А ее, конечно, обожествили. Когда пришли Арии, то с Коброй... Кобра трансформировалась. Очень не сразу, но трансформировалась. Трансформировалась удивительным образом, слившись с рыбой. С хищной, дикой рыбой. С хищной, дикой, огромной рыбой. Вот вам картинки этой рыбы. Которая проживает во многих реках в Азии. В Юго-Восточной Азии, в Индии тоже, я знаю, проживает. Короче говоря, как только люди стали селиться именно вдоль рек, постоянно, они, помимо Кобр, стали иметь дело регулярно вот с этой вот дикой тварью. Она, в самом деле, очень большая, очень агрессивная. И все, что видит вокруг, она поедает. Это такая прям речная верхушка пищевой цепочки. Там, за очень редким исключением. Может быть, какой-нибудь речной большой скат ее не боится. Здесь ее называют Королева Змей Нага. А по-научному она называет Средяной Король. У нее такие усики, вы на фотографии видели. Вот эти усики потихоньку превратились в рога. А клыки ее у них какие были, такие остались. Змея засветилась в буддизме с положительной стороны кобры именно. Когда Будда медитировал и шел дождь, она приползла и над ним капюшон раскрыла, чтобы дождик его не отвлекал от просветления. Ну, а в индуизме вообще-то это самое. То ли рыба, то ли змея, то ли змея рыба. Вот на ней лежит вишну и спит. Она тащит или она прямо на ней спит, или она тащит плод из лотосов. И, соответственно, на плоту из лотосов спит вишну. И пока он спит, он видит во сне нас всех. А потом, еще ко всему прочему, мы же помним, откуда вообще взялось бессмертие богов. Откуда? Извечный предвечный океан. Соответственно, асуры и дэвы, то есть противоборствующие лиги богов, они его пахтали, то есть взбалтывали. Они его взбалтывали при помощи чего? Намотав на земную ось этого самого змея. И дергали его за голову и хвост, так что эта ступа вот так вот болталась. Таким образом они пахтали мировой океан, взбив из него напиток бессмертия Амриту. О нем мы отдельно будем рассказывать, у нас целая лекция будет про Амриту. Вот вам сильно ранняя картинка, где Будду защищает пока еще просто Кобра. Которую мы можем точно опознать как Кобру. А вот вам более поздняя картинка, где Будду защищает в этой же самой ситуации, этого же Будду, уже королева змей Нага. Это что произошло? Риндорицы спустились южнее, стали жить вдоль рек, и божество стало рыбозмеей. Такая ситуация. Для чего нужно? Она очень страшная, очень агрессивная, защищает дом, отель, любое мероприятие, предприятие, помещение от злых духов и всякого с глаз. Глазы порчены, говоры, зависть и всякое такое. Она все отбугивает, плохих не пускает, хороших пускает. На входе в каждый тайский храм, вообще в каждый, обязательно, вы увидите Нагу. Вот вам картинок мы прикрепляем. Так, дальше, вот здесь, я не очень подробно знаю, сейчас расскажу, что об этом говорят тайцы. Это красивая тетя, у нее, видите, довольно большие познания в области разных наук, она бывает голой по пояс, она всегда красивая, всегда богатая, вся в золоте. И вот тут у нее вмонтирован шланг, это ее коса, она ее выжимает, выкручивает. Тут вмонтирован шланг, и отсюда вот всегда вытекает водичка. Это очень маленькая версия, они есть очень большие, даже есть, которые сидят прям такой, типа, как маленький бассейн, там плавают рыбки, всякая рясочка, и вот эта тетя очень большая сидит, и у нее отсюда течет прям много воды. Ну так вот, у нее льется отсюда массовая водичка. Для чего это нужно, во-первых? Вот у нас отель, ну мы решили про отель, да, не про фабрику, завод, про отель. Вот у нас отель, полный всегда, у нас духи все богатые, умные, у них советники, танцовщицы, там наложницы, подарки. Врачи. Есть, да, даже врачи. И у нас все хорошо идет бизнес, и нам завидуют все соседи, завидуют. Из-за этого что происходит? Из-за этого отель и все вокруг, и мы сами греемся. От зависти. От зависти чужих людей мы греемся. Тут становится горячо, потому что все вокруг делают вот так. И вот эта тетя, она выжимает свою косу, и водой, которая льется из косы, она охлаждает сам наш отель и ситуацию вокруг него. То есть, по сути, все сглазы, порчи, зависть она смывает. А вот эта тетя здесь называется Мать-Земля. Вот про это я не знаю. Расскажи, пожалуйста. О, это, как мы понимаем, очень-очень древний феномен в смысле религии, потому что Мать-Цырая-Земля, Мать-Земля, это же просто, по-моему, почти каждой религии есть. Международная, да. То есть, я затрудняюсь вообще сказать, в какой религии этого образа Матери-Земли не существует. Потому что, если мы говорим про местное население, то есть, про тех, кто находился под тем или иным влиянием и индийцев, и Индии, то в Индии есть две Аш-Матери-Земли. Есть классическое арийское предхиви, или предтиви, там, ха, видимо, не читается в полном смысле, предтиви. Вот предтиви – это прямой аналог греческой геи, то есть, олицетворение Земли вообще. Это предтиви находилось в союзе с небом, то есть, небо, естественно, Диаус Петар, это отец неба, мужское начало, оплодотворяющее, потому что с неё дождь льётся, все видели. И земля, родящая, сначала, после того, как дождь туда прошёл, вот земля начинает рожать. Они изначально были одним целым, и один из главных богов, непонятно, по разным вариантам разные, то ли Варуна, то ли Индра их разъединил, таким образом, вдав, собственно, нам небесный покров и земную твердь, таким образом, родив вообще всё существующее. Вот есть такая версия. Есть версия, что это южно-индийская, дровидийская, Мари Аман, значит, буквально практически то же самое, Мать-Земля, но там у неё есть вот эта приставка Мари, она означает, помимо всего прочего, ещё и что, смерть, болезнь, опустошение, наводнение и так далее. То есть, это признавалось уже на каком-то более-менее развитом этапе, стихийной, а значит, хаотической силой. Мы такое не любим. Да, но при этом, опять же, вспомним, что и вполне себе, ну, как сказать, вполне себе благостное при Тиве, она же, в конце концов, связана напрямую с чем? С подземными чудовищами, потому что если есть земля, то одни из её детей рождаются наверх, это вот мы с вами деревья и так далее, а другие вниз, то есть, а под землёй ничего хорошего нет, там шахтёры, гномы, потом кто ещё? А, драконы разные, змеи, черти, вот это всё вылезает из-под земли и благодаря земле в том числе, потому что вот, значит, эта тётя выжимала косу и таким образом охлаждала нам отель. Это хорошо, потому что мы все знаем, что вода – это здорово, но вода может быть и страшной опасностью. То есть, что? Это наводнение, это шторм, это катастрофические цунами, дожди, которые вызывают оползни, сели и так далее, жуткое опустошение, то есть, напрямую с матерью земли связана легенда о рождении кого? О рождении Вритры, то есть, того самого змея, которого каждый год на Новый год Индра вынужден убивать, чтобы он просто всё вообще не уничтожил. А что такое Вритра? Это преграда. Потому что, ну, это просто прямой перевод с древнего санскрита. Вритра – это преграда. Преграда чего? Потому что это вода выступала на каких-то очень-очень-очень давних этапах развития человечества, чем преграды. Потому что, если ты видишь море, ну, понятно, что всё, там уже его не переплыть, ничего не так. Конец пути. Конец пути. Всё, это преграда. И вот, что Вритру Индра убивает, и из этой преграды рождается, что опять же, всё, что есть во Вселенной. Он его просто выпустил, потому что преграда рухнула. Вот такая вот неоднозначная теория. Хотя, изначально, повторюсь, это просто олицетворение Матери-Земли, из которой всё родится. И, судя по всему, местные это язычники изначально были уверены, что это просто вот тётя, которая всё родит. Ну да. Далее. Опять ни разу не мангавоидная тётя. Опять чистокровные у нас арийцы. Вот такая тётя, смотрите, очень богато она украшена. Она вся вон там в перстнях, в жемчугах, в кусах. В сариуде он какой? Этот шёлковый соронг у неё. И она сидит, смотрите, на бутоне лотоса. Бутон лотоса – это у нас процветание. Да, это ещё до буддизма. Эта тётя делает вот такой жест. Здесь в Юго-Восточной Азии вот так делать нельзя. Это оскорбление. Есть много версий. Мне сказали, что вот так ты что-то забираешь. Да? Таким образом. Хотя почему так нельзя забирать? Не знаю, но вот здесь такое поверье. То есть она зовёт в ваш отель клиентов, постояльцев, деньги, удачу, здоровье, добро и всё-всё остальное. Она прям загребает. Почему она сама богата? Потому что кто пойдёт к бедной тёте, которая зовёт? Никто не пойдёт. И как бы… Посмотри, какая тётя вся сидит, нищая, оборванкой тебя зовёт. Зачем? Я лучше не пойду. Я пойду вот к такой. Понятно, что чем она богаче, тем больше людей заинтересуется и пойдут туда, куда она зовёт. Так, с этим тоже разобрались. Дальше переходим уже к инструментам. Это одновременно и дары инструменты. Тут уже всё поинтересней. Вот такой ребёночек. Тоже очень богатый. Весь в драгоценностях. Мешочек у него с золотом. Шёлковый соронг у него. Бус вон миллион. Весь прям обмотанный бусами. Ну вот, даже его монголоидом назвать довольно сложно. Он слишком белый. Значит, у него вот тут на лбу, посмотрите, это рок с головы королевы Змеи Наги. Называется уналон. Символ просветления, развития, процветания, да. Это что такое? Это у тёти был выкидыш или ей сделали аборт. И она боится, что дух младенца останется с ней. А со временем он станет злым духом. Начнёт питаться её здоровьем, её удачей, её хорошим настроением. Будет отпугивать от неё дядь, например, у неё дядь никогда не будет. Или даже не даст появиться новым детям. Потому что ваш ребёнок уже есть. Вот он с вами летает в виде злого духа. И других детей у вас не будет никогда. Для этого есть буддистская церемония. Тётя должна пройти в храм к специальному монаху. Сделать специальную церемонию, которая называется на санскрите намон садок хо. Это отдельно, да, я думаю, надо рассказывать? Сейчас мы не про буддизм. И она идёт к домику духа. Есть специальный дух в каждом районе, который вот именно занимается только этими детьми. Но также можно к духу нашего отеля прийти, да, к домику духов отеля. Посадить туда эту куколку и сказать, что Сынок, теперь ты, вот ты, это вот ты. Вот теперь это ты. И ты живёшь вот с этими, со всеми товарищами, с петухами, с бабушками. Там со всеми остальными. Вот здесь. Это твой дом. Вот твои танцовщицы. Вот твои подарки. Вот твои игрушки, мармеладки, конфетки, шоколадки. За мной никуда не ходи, дома у меня не живи. Но, тут интересно. А, значит, во-первых, я не стал покупать все варианты. Они из двух полов. Это мальчик и девочка. Ну, это понятно, что был выкидыш или аборт. Пол можно было определить там как-то, да. Если был аборт на очень ранней стадии или выкидыш, я спросил у продавца, как определить. Она сказала, надо сесть в медитацию и тебе голос скажет. Ага. А, вот. Девочка или мальчик, понятно. Но, есть негативная версия. Чёрная. Тоже девочка и мальчик. А, как думаешь, с чем это связано? Ну, с тем, что белые – это красиво, хорошо, здорово и добро, а чёрные – это некрасиво, не здорово и зло. Нет. Вообще. Но версия хорошая. Это опять культ белой кожи. Если у смуглой тёти был смуглый дядя, то ребёнок у них, скорее всего, будет смуглый. Вот такого вот подставлять нельзя, потому что душа смуглого ребёнка не может жить в белом теле. Это не кошерно. А-а-а. Вот. Если тётя смуглая, а вот большинство, например, местных жителей, которые здесь у нас на острове окружают, они очень смуглые. Потому что у них очень большой признак… Признак. Примесь. Примесь негроидных кровей, да. Поэтому своим абортированным или умершим детям или выкидышем они будут покупать вот такие смуглые куколки. Тут он прям убер смуглый такой, да. Ну, вот. Это культ белой кожи. Расизм. То есть им такое не положено. А если ребёночек был смуглый, вот пусть в таком смуглой куколке с такой живёт. Но помимо способа убрать от себя этого злого духа, да, это ещё и инструмент. А потом этому ребёнку, вот ты его поставишь, смотри, вот всё, живи здесь, да. Вот он живёт, ты ему регулярно там конфеты, жувачки, куколки, машинки красненькие ставишь, всё всякое такое. Со временем ты его можешь о чём-то просить. Например, полети в Домодедово навести нашего друга Водолея. И нашепти ему на ушко, чтобы он, например, что скинул нам денег на карточку. Быстрее смонтировал видео что-то. Причём можно сделать привороты, можно сделать порчи сглазы. Например, чтобы полетить в деревню Петровка, чтобы Юлия Иванова на меня запала обязательно. Вот тебе ещё мармеладок, да, западёт, ещё мармеладок тебе дам и куплю лего. На это я сейчас не шучу и не утрирую, это действительно всё так и происходит. То есть действительно покупает лего, покупает машинки, покупает мармеладки, мороженки и всё остальное. И можно использовать его как чёрную магию. То есть полети в деревню Петровка, там в третьем доме слева живёт дядя Петя, пожалуйста, подстрои так, чтобы у него отказали тормоза на мотороллере и он расшибся. И это всё есть, и это происходит постоянно. То есть они друг друга и заказывают тоже с помощью этих абортированных детей, получается, да. А просто духу домика можно предложить такое сделать? Смотри, дух домика может быть с высокими моральными принципами. А, его никак не подписать. Да, есть духи, которые отказываются такое делать, потому что это неправильно. А есть духи, которые говорят, да, давайте я как раз поэт, моя специальность. И вот тут, допустим, на острове Панган все знают, что если надо заказать кого-то, вот к тому духу. А если приворожить тётю, вот к тому духу. А если приворожить дядю к дяде, не знаю, есть такое или нету. Далее. Духу скучно сидеть дома. Допустим, вы закрыли хотел ваш и уехали на месяц путешествовать куда-нибудь, да. Например, в солнечный Барнаул отдохнуть от тропиков. Вот, духу нужно развлечься куда-то сгонять по своим делам, отдохнуть, попутешествовать, есть гости к другому духу. Для этого у нас есть разные виды транспорта. Есть такие лошадки, видишь, тоже всё богато, очень украшено. Есть ездовые слоны, естественно, как и везде в Азии на слонах ездят. И, насколько я понимаю, это новая мода, но почему-то очень многим духам именно этот вид транспорта нравится. Очень многим. Зебра. Зёбра. По-тайски называется Маа Лайн. Маа – это лошадь, лайн, линия. Лошадь-линия. Вашписная лошадь. Вот. Недалеко от Бангкока у нас, к сожалению, нет ни одной фотки. На трассе от Айитаи в Бангкок, если ехать, там есть домик духов, который на чём-то очень важном специализируется, дух, который в нём живёт. Там этих зебр стоят тысячи, реально. Просто вот тысячи. К сожалению, я много раз прижал мимо, ни разу его, к сожалению, не сфотнул. Опять же, эти все транспорты тоже можно использовать для заказа. То есть, привороты, сглазы порчи, найти друга, передать ему весточку. Допустим, потерял связь с одноклассником, не знаю, как его найти в Фейсбуке. Вот тебе салоник, скачи. Скорее всего, он живёт в Бангкоке, но это не точно. Ищи его. Найдёшь – я тебе подарю там то, что ты любишь. Вот это, вот это и вот это. Ещё слона. Ещё слоников подарю, да. И нужно упомянуть ещё один вид куколок, которых у нас, к сожалению, тут нету. Но у меня есть фоточка. Правда, у неё там нос отбит. Этого Витая я видел, её кто-то выкинул. Значит, она похожа вот на этого чёрного мальца. Но, смотрите, у мальца корона, да, золотая. И он вообще весь такой богатый. А там немножко по-другому. Там кучерявый негритёнок. Прям совсем кучерявый, да. Тоже есть девочка и мальчик. У них обычно красный, не золотой, а красный мешок. Или за спиной на плече, или в руках большой мешок чего-то. Это специальный вид куколок. Это слуги, которые не по дому убирают, не танцуют, развлекают. Они бегают по окрестным лесам, полям, озёрам. И всё, что есть вкусного, хорошего, всё несут домой. А это у нас исторически прям прямой отклик на заселение, повторное заселение Юго-Восточной Азии монголоидами. Чуть поподробнее расскажи, пожалуйста, нам. Ну, у нас же сначала Юго-Восточную Азию, если вы прослушали наш первый курс. Сначала, как и везде, выходцы из Африки её заселяли. Выходцы из Африки, которые сначала дошли до Средней Азии, потом из Средней Азии дошли до Индии, потом из Индии дошли, в конце концов, уже до Индокитая. Они были, ну что, они были негроиды, чёрненькие они были. Очень сильно смуглые, как раз с кучерявыми волосами, с характерными носами, губами. Ну, конечно, не такие, как негры, которых мы сейчас привыкли видеть каждый день, африканские негры. Это была первая версия негр. Это, да, это их было первое издание. Ранее. Да. Может быть, даже и пред-пред-пред-пред-пред первое, неважно. Факт в том, что да, это были такие негроиды. И вот они заселили Юго-Восточную Азию и успели тут, на самом деле, много чего сделать, как и в Индии. А потом, где-то там из окрестностей Алтая, озера Байкал, вот эти вот места, там зародилась раса, точнее, ещё прото-раса монголоидов, которые стали распространяться. Вот одни пошли через Владивосток, через Петропавловск-Камчатский, через Южно-Сахалинск, пошли на Аляску и заселили Америку. А другие пошли, ну, как умные люди, пошли южнее. И вот они оказались часть в Индии и очень большая часть в Китае и Юго-Восточной Азии. И потом, значит, одна часть, которая пошла в Китай, вернулась обратно ещё раз в Юго-Восточную Азию. То есть, с Тибета, понятно, и с Юго-Западного Китая, с Южного Китая пошли монголоиды сюда. Соответственно, ну, это было где-то около, ну, процесс огромный растянутый, просто тысячелетие это заняло. Где-то, видимо, где-то около 7-5 тысяч лет до нашей эры сюда приходят первые монголоиды, предки современных монохмеров. А негритосы здесь жили десятки тысяч лет. Да, ну, опять же, точнее не сказать, мы об этом подробнее говорили в нашем курсе про историю Юго-Восточной Азии. В первом курсе можете посмотреть? Да, я очень коротко. Получается, что в процессе эволюции технической, да, местные негритосы сильно отстали, потому что здесь очень хороший климат. У нас вот сейчас возле отеля отлив. Если взять мешок и пойти, там можно миди и собрать и устриц. 100 килограмм, 200, сколько хочешь. Ну, кстати, тут многие этим и звонят. Да, я прямо сейчас многие этим и занимаются. То есть... Отлив, да вы не представляете, это, ну, мне кажется, метров 250 уходит вода. Да. И полностью обнажается морское дно, оставляя все интересное и вкусное прямо вот под ногами. Иди и собирай. Здесь всегда было очень тепло, еда была очень доступна, поэтому они довольно серьезно отстали в техническом плане. И когда сюда монголоиды пришли, представьте, у монголоидов были луки и, например, эти копьеметалки, да. А у местных негритосов были палки-копалки и камешек в руке. А он тёк-тёк по ракушке вот так делал. Естественно, их очень быстро завоевали, где-то с ними смешались, где-то полностью их уничтожили. Или выгнали. И в тайских народных сказках, в бирманских народных сказках, в камбоджийских до сих пор присутствуют некие маленькие чёрные кучерявые человечки, которые бегали по лесу. И у них можно было выменить всякого на какие-то бусинки, на ножичек, да. Например, они могли тебе принести мёда, драгоценных камней, хорошие ценные породы дерева, куски, рыбку большую словить и всякое-всякое. И потихонечку эти негритосы здесь в легендах даже превратились в что-то типа этих... В леших. В леших, да, в леших, в водяных. То есть такие уже они стали полумифические, хотя это на самом деле вполне исторические факты. То есть местные жители действительно маленькие кучерявенькие бегали и что-то монголоидам приносили. Вот, собственно, в культуре домиков духов это тоже отражено. Вот куколку эту фоточку, пожалуйста, смотрите. В данный момент вот это у нас маленький кусочек информации о языческом мире вообще, да, языческой культуре Юго-Восточной Азии. В данный момент из материального всё, что у нас есть, мы вам показали, но ещё будет несколько серий, конечно же, на эту тему. Про домики духов в качестве вводной лекции это очень интересно. Почему? Потому что мы тут видим массу архетипических, языческих каких-то фигур, например, петушка, или, например, там, водяного буйвола, или слоника с лошадкой. Точно животные тотемы, это нормально совершенно. А забыли ещё, извиняюсь, лев Симха. А, лев, конечно. Да, можно посмотреть. Он тоже с целью защиты от злых духов, в первую очередь. Конечно же, это индуистские, строго индуистский лев. Так вот, ко всему этому прочему, правильно, тут есть персонажи из индуизма. То есть, что? Лев Синха. От Нага, пожалуйста. Гаруда. От Гаруда. То есть, жар-птица, по-нашему. Да, эти самые потом, как их зовут, типа русалок тёти. Апсара. 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 Да, вот опять же, Брахман, на котором так прямо написано, что он Брахман. То есть, это не просто из индийской религии, а это прямо служитель индийской религии. Где они все находятся? Они находятся в услужении уместного языческого духа. Да. То есть, туда не хватало ещё Будду поставить, чтобы он находился в услужении уместного языческого духа. Ну, это как-то уж с перебором совсем, но я видел прямо в домике духов, где четырёхликий Брахман поставлю. Ну, он сюда повыше стоит. То есть, прямо Брахман, один из трёх главных божеств в индуизме, один из три Мурти, стоит прямо в домике духов и, видимо, как-то там то ли духом управляет, то ли наставляет его на путь истинный, что он там ещё преслеживает за ним, не знаю, затрудняюсь ответить. В общем, вот смотрите, как тут сплетается чисто языческий мотив и чисто индуистский мотив, причём индуистский мотив превращённый в стопроцентный, четырёхсотпроцентный химически чистое местное язычество. Но это потому, что всё равно, что взять у нас, например, и на службу Лешему направить Богородицу. Прикольно. Буду устроить в бане домик Лешего, и там у него будет сидеть лошадка, свинюшка, которая будет для него трюфели добывать, несколько крепостных крестьян и Богородица, к примеру. И две проститутки. Да. То есть вот так вот. Ну для чего? Ну Богородица, понятно, она там осуществляет какие-то благородные функции, связь там с Богом, с Иисусом Христосе. Ну духу тоже нужно пообщаться с ней правильно. Поэтому где-то примерно так бы это было, если бы это выглядело на наших широтах. Здесь это приобрело вот такие очень-очень интересные формы. Потому что опять же не нужно думать, что в наличии льва Синьха или индийского брахмана это прямо индуизм. Нет, не индуизм. Это следы индуизма в язычестве, которые были восприняты местной языческой культурой. Причем опять же прошу заметить. Это конкретно распространено сильнее, чем индуизм и буддизм вместе взятые на данной территории. Почему? То есть тут буддисты-то в основном все, я имею в виду, в Таиланде. Да и не только в Таиланде. Буддисты все, но они в этом вообще ничего не понимают в этом буддизме. Как правило, 99% населения религиозно или безграмотные, или очень ограниченно грамотные. А вот насчет спросить у собственного духа, который живет в домике духов, и что ему нужно за это подарить, и какому шаману нужно обратиться, чтобы он тебе посоветовал что-нибудь с этим самым духом, это все здесь шарят. Но если не все, то по крайней мере большинство. Вот. Так, я еще имею в виду важную вещь. Мы вот это все рассказываем ни в коем случае не в целях агитации, это сугубо научные наши исследования, да, и сугубо научное изложение информации. Мы атеисты, но при этом мы уважаем все религии, и ни в коем случае цель оскорбить христиан, индуистов, буддистов или кого-либо еще нашим юмором у нас таких целей нет, мы их не переследовали, все только про науку исключительно. Конечно, потому что религия – это один из способов рефлексии над окружающей действительностью, потому что пока там не придумали физику ядерную, в которой вот у одной тети были большие познания, пока не придумали астрономию и прочее, но как мог человек еще рефлексировать над действительностью? только дуологическим, магически-религиозным способом. Вот. Кто-то тетя сильно в ядерной физике разбирается. Да. Если вы понимаете, о чем мы. Ну что, на сегодня, наверное, все. Всем привет! Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok